МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши телевикторина «След в истории». 72 года, конечно, срок немалый, но в памяти участников и очевидцев события Великой Отечественной войны сохранились так отчетливо, как будто это все случилось только вчера. Родовое гнездо Ивановых в деревне Шенерпуси – местная достопримечательность, памятник истории. Здесь, здесь, стоял дом хозяйства купца Ефрема. То, что вы говорите? Да. Центральная усадьба вот на этом месте. Когда в 1858 году Ефремовы уехали в город, мой прадед Григорий купил это хозяйство и все хозяйство. Вот с тех пор наше это родовое. Новые хозяева тоже оказались уважаемыми людьми. Ульяна Иванович Иванов многое сделал для Мариинска, Посадского и Чебоксарского районов. Долгое время был на руководящей работе. Трудностей не боялся с детства, которое пришлось на годы Великой Отечественной войны. Мужского пола не хватало. Дети одни, женщины, уже женщины в преклонном возрасте. Все так, значит, в деревне жила. Так, не скучали, работали. Движение было это. Зимнее время все же научились, а летнее время все с весны до глубокой осени. Все вот в хозяйстве, колхозе. Косили, руками, значит, серпами. Жали, молотили, пахали на лошадях. Нелегко было это. Но то, что жили люди, как и в других деревне, в нашей деревне, жили очень дружно. Друг другу помогали. Если что, вот мне нужно что-то. Сочи говорят, а что, давай, давай поможем, давай, значит. Понятие, там, поработал. Что-то платить, это понять не было. У Чуваши есть такое выражение, помощь неме. Все неме, значит, это. Случилось горе. Вся деревня переживала это. Все для фронта, все для победы. Это был не лозунг даже, а цель, которой подчинилась все и всем. Жители Чебоксарского района засевали дополнительные площади. Брали на откорм животных, чтобы сдать их в фонд обороны. За годы войны жители Чуваши отправили бойцам более 300 тысяч единиц теплых вещей. Инициаторами по организации помощи армии выступили члены колхоза имени Крупской Чебоксарского района. Еще 9 сентября 1941 года они через газету призывали сельчан последовать их примеру. Бабушки вязали носки, варежки, собирали продукты, вещи другие, значит. Военное время, военный заем, лотереи. И все вот это люди правильно понимали. Может, даже последний кусок отдавали, но никаких недовольств тогда. Они понимали, для чего, для кого, значит. У меня есть протокол в собрании колхозиков 1941 года, осенью как раз. Там интересы перечисляют колхозики. Значит, из своего собственного двора, кто поросенка, кто масло, кто куриц, кто овечка, сдавали помощь фронту. Это я помню хорошо. И главное, не обижались, ничего. Никто не заставлял их. Сами добровольно все это сделали. Рано повзрослевшее поколение, сила тыла, как только не называли детей войны. С ранних лет, приученные к работе, в тяжелые годы они превратились в настоящую трудовую армию. Дядя Саша Миронов из села Ишаки – бывший летчик. Справляться с трудностями ему не привыкать. Каждый день по 10-15 раз взбирается на второй этаж в домашний музей, где он и директор, и научный сотрудник, и оформитель, и экскурсовод. Начнем отсюда. Наверное, вот тут. Идея такая. Чебоксарская государство, республика, все вон с Игнатьевым. Здесь Чебоксарский район. А это деревня Шибачево. Не Ишаки, Шибачево. Я с него начал. Музей Александр Николаевич Миронов начал создавать лет 10 назад, во время одной из встреч с односельчанами, друзьями детства. Собрались, начали вспоминать и задумались. А ведь внуки-правнуки ничего не знают об их военном детстве. С тех пор у Миронова не дом, а мастерская. Всюду планшеты, цветная бумага, клей. Но главное – множество фотографий, на которых знакомы и дорогие лица. Вот мама, Зоя Константиновна, в 31 год осталась солдатской вдовой с пятью детьми. Мало-мало меньше. Мать получала 125 рублей пенсий, пособий. Это буханка хлеба. Вот. Я делал аптисамплем. Пять штук делаю за неделю, иду на базар и продаю. Пять штук – это пять буханок хлеба. Все. Так и жили. Собирал какое-то самое. Снопы по сто штук этих самых, снопов делал все. Все работы делал. И пахал, и броновал, все делал. У меня было сто сорок, это самое, трудодней в году. Это очень много тоже. Я выращивал махорку у себя дома. Такую крепкую махорку, так. Рубил. А сестра моя, боеверудная, Юля, она кисетки делала. Она в неделю три-четыре кисетки делала. Набивали и отправляли тоже. В район, в Ишлевский район отправляли. В тяжелые были времена, вспоминает Александр Николаевич. Не пережили бы, если бы не удивительная способность наших людей к сопереживанию, готовность помочь и поддержать друг друга. Вместе преодолевали все трудности, вместе радовались. Победу тоже праздновали все вместе. Пошел я в Ишаки, в Северсовет. Поймали меня. Давай, говорит, бегом, Чиганары. Бегом, телефон не был даже. Бегом, Чиганары. Я, скажи, что кончилась война. Нет, конец войны, да? Меня представитель Северсовета, там, стекло был, взял, поднял, так, поцеловал. Ну, что у меня было, 11 лет. Говорит, война была, да, 14-15 лет было у меня уже. Польшой вот такой взял, поцеловал, все. Победа, я говорю. Интересно. Множество лиц смотрят со стен домашнего музея, что не имя, то история. Кто-то стоял у истоков деревни, кто-то прославил Чебоксарский район в советское время. Но самый главный и важный раздел экспозиции – село Ишаки во время Великой Отечественной войны. Время нельзя остановить. Но зато можно сберечь прошлое в человеческой памяти и передать ее по наследству. Нужно только искренне верить, что людям это необходимо. Саша Перепелкин еще учился, когда началась Великая Отечественная война. Вспоминает, как мигом упустела вся деревня. Я никогда не забуду, как троим они шли, по три человека, впереди лошадь всяким и сзади. Сразу, хотя деревня небольшая, но сразу шло человек пятьдесят, понимаете ли? Потом и лошади ушли, у нас машин колхоз, у нас очень хорошие были машины, трактора, все ушли. Осталось на нас. Когда немец подходил к Москве, вы помните, это конец ноября, начало декабря, я и мои товарищи, почти все, подали заявление на фронт. Тридцать пять человек вызвало, а надо только тридцать. Он отсчитал, сколько человек там, и опять человек в сторону. И вы знаете, они заплакали, что их не взяли на войну, представляю, как мы любили Родину. Любовь к Родине привела его вначале в Саранское военно-пехотное училище, а потом и на фронт. Молодой лейтенант сразу попал в самое пекло, на Курскую дугу. Такой огонь, такой залп ударил по немцам, что невозможно. Ну, а потом мы перешли в наступление, форсировали АКУ, понтоны сразу немцы разрушили. И я, командира роты, ранила, фактически я организовал из веревок такие, через воду переправу, сумел переправить и рот, а потом и весь батальон переправился. За это меня наградили орденом Красной Звезды. Вот он, этот орден Красной Звезды, вот-вот. Да. Ну, значит, мне неудобно даже говорить, как я первого немца убил. Не надо, наверное, да. Перешли мы АКУ, и маленькая речка, болото такое, Малое Кривцово, а дальше Большое Кривцово с церковью. Там за эту церковь страшный бой был. И я встретился там со своим другом, Генкой Огрызковым из Саранска. Представляете, тоже лейтенант, он отличный такой, он в 78-й гвардейский, а я в 78-й. Я уже попил, а он бежит, Сашка, пить бугра. И мы в сказках были, как стукнулись сказками, засмеялись, больше мы ничего. И он, не знаю, жив или нет, он ранен, и осталось, у него ногу оторвало, мне сообщили. Ну, Сивкова брали, потом опять немцы перешли в наступление. Бои страшные были. Воевал я не очень много, всего до 25-го июля. То есть, я не полностью участвовал в сражении за Курской дуге. Не полностью сражение Курской дуга, считай, 23-го августа закончилась. Ну, как говорится, был ранен, тяжело ранен. Вон, видите, у меня рука какая-то. Да, могу сказать, в обороне, что я не сказал, у меня первое ранение получил. Вот, упал танк в немцы, накрыли нас в обороне. У них шестиствольные минометы, 8-ми были. И мне вот на эту руку упал станок пулемет. И вот отложение солей и соли зажали у меня нерв. И она, рука, плохо у меня чувствует. В общем, фактически обеих ругнет. Из всего их выпуска 53 человека в живых остались только трое. Сам Александр Андреевич после тяжелого осколочного ранения был демобилизован. С тех пор рука не хочет слушаться. Это память о войне, которая получилась такой короткой, но такой незабываемой. В Горький направили сначала в Тулу, на улицу Льва Николаевича Толстого, в гости. Вот как сейчас помню этот дом, улицу Льва Николаевича. Там мне вот эту руку сложили, но сложили, видите, неправильно ее кости. Шесть лет выходили кости из этой руки. Сейчас уже не вспомнить, кто вытащил Александра Перепелкина с поля боя. Вполне возможно, что земляк. Военный фельдшер Герман Васильев. Уроженец села Ишаки Чебоксарского района был в то время в самом эмпицентре событий. В 41-м году он окончил медучилище, так что призвали его практически сразу. Медиков не хватало страшно. Особенно не хватало среднего медицинского работника. Фельдшеры у них были выше медицинских счетчер. Но они были прямыми помощниками врачей. А вот в каждой, например, стрелковой дивизии, в каждом батальоне был санитарный взвод. А командиром санитарного взвода был обязательно фельдшер. Вот я, значит, до крупного ранения и освобождения домой, увольнения, все время работал, воевал. Ну, это работа еще ровно, воевал в звании лейтенанта медицинской службы в стрелковом батальоне. В фельдшерской школе у нас было военное дело, и преподавали это и указание первой помощи, и врачи. А вот на фронте, на фронте, потому что не было такой возможности, возможности учить там заново. Были брошюры там, это некоторые училища мы сами, но кое-что, вот это указание помощи, основное кровотечение, наложение жгута, значит, наложение гипса, это шин наложения гипса, это в госпитале, это мы уже прямо на поле боя учились. Сколько бойцов и командиров спас военфельдшер, никто не считал, но отдельные лица до сих пор стоят перед глазами. Ехали на полуторке штабном, и слышим, а впереди, значит, река, речка не очень большая. Кто-то кричит, кто-то кричит. Я говорю, останавливайте, я был старшим там, поедемте на крик. И действительно, не очень далеко мы пошли, и лежит замызганный, уже он не может разговаривать, русский солдат. И что у него? Значит, были бои, наши освободили, немцев отогнали. Он был тяжело ранен, бедро, на него никто не обратил внимания, он там остался. И что же я вижу? И он, вот эта нога у него, бедро, была полностью перебита, сломана, и он эту ногу привязал вот так, ногу сломал к себе на живот и перевязал ремнем. Дальше двигаться не может. Он уже лежит вторые сутки. Ладно, вода была, а то бы он погиб. Вот это очень меня тогда трогало на молодого человека. прожить столько с такой, и ногу, понимаете, прижал и перевязал ремнем. Герман Васильев уцелел и во время Сталинградской битвы, и на Курской дуге. Такова солдатская судьба. Конечной точкой его боевого маршрута стал Днепропетровский плацдарм. И вот там, вот оно утро, утро, командир полка приказал спасать нашу пятую батарею, которую захватили немцы. И мы, наш он собрал, всех штабных работников, всех медицинских работников, и там, и этих, которые занимались хозяйственными делами, снабжением, мы пошли спасать нашу пятую батарею. Нас повел капитан Иванов, помощник начальника штаба. И вот во время этих сильных боев Иванова, капитана, ранило. Я тоже, значит, бил, у меня еще время на боку был, значит, санитарная сумка, а в руках автомат. Мы ведь немцев, на них не глядели ведь, бойцы бьются, и мы, например, на Курской битве, мы были под носиками снарядов. Пойцев не хватало, мы прямо у орудий бились немецкими танками. Вдруг, значит, это лошинка была, мы выдвинулись вверх, а капитан, значит, как обычно, вынул пистолет за мной, за родину, за Сталина. И вдруг его голос пропал, и он кричит слабеньким кольцем, меня ранило. А я в этой группе был, в боевой этой группе передовой. Никто ведь не пойдет спасать раненых. Я только из этой лошины вышел, из этой лошины. Наверное, по полосу прополз, метр, наверное, 3-4, и меня тяжело ранило. Значит, я сам не могу двигаться, меня, значит, там с ноги кто-то захватил, там мой помощник, и положили в эту лошину. Меня ранило бедро, и с повреждением бедренной артерии, и у меня сильное было кровотечение. Никто никак не начал устанавливать, но потом наложили жгут. Я уже указываю, что делать. А в щетке потом установилось кровотечение. Это жгут перевязали. А теперь вопросы нашей телевикторины. Внимательно смотрите и запоминайте. Каким был обязательный минимум труда дней для взрослых и подростков в годы Великой Отечественной войны в Чувашии? Какое воинское формирование создавалось в основном на территории Чебоксарского района в годы Великой Отечественной войны? Ответы присылайте по адресу 428-300, Чебоксары, улица Композиторов Воробьевых, 10, Национальное телевидение Чувашии с пометкой на конверте «След в истории». Либо по электронной почте викторина-дефис-след21-собачка-яндекс.ру Если вы не успели запомнить вопросы, то ищите их на сайте нашей телерадиокомпании ntrk21.ru Как обычно, победители ждут призы. Отдельный конкурс о рамках нашей телевикторины мы объявляем для тех, кто готов рассказать о человеке или событии, оставившем след в истории. Кто они, герои фронта и тыла? Что еще мы не знаем о нашей войне? Присылайте рассказы к нам в редакцию, мы непременно приедем, чтобы вместе с вами заполнить еще одну страницу летописи Чувашии. Всего доброго, до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok